Евгения Владимировна Белоногова Станислав Катеров Плед, продуктовая корзина и цветы Как небольшой знак внимания Он поблагодарил Евгению Владимировну за ее подвиги И пожелал ветерану крепкого здоровья И внимания близких и родных Желаю здоровья Знаю, что много внуков Много правнуков у вас Спасибо за все В 1941 году После окончания школы молодой девушкой Она ушла на фронт Сначала была водителем полуторки А позже переведена на должность телефонистки Попала в полк связи Армейский полк Су-37 полк связи И вот всю войну Работала на связи Встреча прошла в теплой обстановке Евгения Владимировна поделилась Некоторыми воспоминаниями И историями из своей жизни Только в октябре 1945 Она была демобилизована под Веной Всю Европу прошагали Так вот и я Евгения Владимировна призналась Что много отдыхать не любит Поэтому по мере своих сил Старается что-то делать И даже в таком почтенном возрасте Вяжет крючком Ничего не делать я не могу И начала вязать Она пообещала научить этому делу Заместитель главы Ленинского городского округа Татьяну Квасникову Которая уже не первый раз навещает ветерана Катерть сама, посмотрите Вот такая рукодельница Евгения Владимировна воспитала троих детей Двух сыновей и дочь На данный момент у нее 11 внуков И 5 правнуков Пользуясь случаем ветеран передала пожелания молодежи Мира уж это обязательно Мира, спокойствие в стране самое главное И чтобы любить свою страну День Победы один из самых важных праздников Для нашей страны А ветераны – люди, заслужившие уважения И внимания молодого поколения Дмитрий Книга, Олеся Мордвинова Алексей Астафоров, Гульнар Балаева Видное ТВ